Извините за такую долгую паузу. Я теперь буду выпускать видео по железу в субботу и воскресенье в 12 часов дня, чтобы у нас была с вами определенность. Это видео такие развлекательные, не линуксовые, хотя у них тоже есть образовательная часть. Так что в субботу и воскресенье для них самое время. Мы с вами сегодня будем говорить уже подбираясь к современности о второй половине нулевых годов и о слабеньких процессорах Intel, о линейках именно слабых низкобюджетных процессоров. Чтобы когда мы уже с вами добрались до современных процессоров и до тех технологий, которые планируют нас использовать в будущем, мы с вами были готовы к восприятию этого материала. Низкобюджетных процессоров Intel несколько линейок и с ними все не так просто. То есть это не просто обычные урезанные каким-то образом процессоры. Там есть много нюансов, поэтому мы сейчас будем о них обо всех говорить. Начнем мы с Intel Pentium M. Это немного даже раньше было, чем в то время, о котором мы говорим. Это 2003 год. Это технология, которая позволила создавать в дальнейшем мобильные процессоры. Pentium M был интересен тем, что на тот момент уже существовал процессор Pentium 4, но они не стали его урезать для того, чтобы превратить его в Pentium M. Они взяли Pentium 3 и доработали его. Доработали стандартно. Они понизили частоту, там уменьшили кэш, соответственно уменьшили энергопотребление, уменьшили нагреваемость процессора, но при этом он остался вполне себе производительным. Изначально Pentium M планировался исключительно как мобильный продукт для ноутбуков, для всяких страивных решений, но в то же время производители многих материнских плат думали, как его бы поиспользовать в компьютерах. И Asus создала специальный переходник, вот вы видите, CT479, который позволял использовать процессоры Intel Pentium M с их 479 сокетом на материнских платах со 478 сокетом стандартным и самым распространенным на тот момент. То есть можно было взять процессор, который не предназначался для обычных материнских плат, и воткнуть его вот в эту самую распространенную материнскую плату. Сам по себе Pentium M был очень крут тем, что он, несмотря на пониженные техтактовые частоты и урезанные возможности, работал вполне себе хорошо, сильно не грелся, и поэтому широко использовался в куче встраиваемых решений, без всяких кулеров и дополнительных систем воздушного охлаждения. То есть он просто не грелся и вполне себе хорошо работал. Тут нужно сразу же упомянуть об Intel Centrina. Это платформы ноутбуков, которые предлагали Intel. По сути это просто комбинация процессора на материнской плате чипсета и беспроводного адаптера для ноутбука. То есть Intel предлагал свои вот эти вот три решения, и те поставщики техники, которые использовали эти три решения в своем железе, в своих ноутбуках, они могли клеить на свой ноутбук вот этот вот лейбл Intel Centrina. Те, кто использовали только процессоры и чипсет, но не использовали сетевой адаптер от Intel, они могли клеить на свой ноутбук лейбл Intel Core. Я вам на картинке просто показал первые шесть поколений Intel Centrina, они и дальше еще идут, это когда мы уже будем говорить о современности, поговорим о текущих платформах Intel Centrina, что в них входит. Первое поколение было в 2003 году, я по нему скажу, так много информации по остальным не буду. Это процессор Intel Pentium M с кэшем второго уровня 1.2 мегабайта, там разные были релизы, тактовая частота шины от 400 до 533 мегагерца. Чипсет использовался Intel 855, об этом будем говорить, когда будем говорить о материнских платах, и на тот момент беспроводной сетевой адаптер Intel Pro Wireless 2100. Затем в 2005 году появилось второе поколение Tosonoma, там был целый отдельный набор чипсетов для высокопроизводительных ноутбуков, для ультратонких ноутбуков, для бюджетных ноутбуков, там были разные наборы, но все это было одно поколение Tosonoma. В 2006 году вышло поколение Napa, они выходили каждый год. Это уже процессоры Core Duo и Core 2 Duo. 2007 год это Santa Rosa, тогда у нас появились два варианта бренда, это Centrina Duo и Centrina Pro. Centrina Pro там появились технологии виртуализации. 2008 это пятое поколение Montevino, и 2009 это шестое поколение Capella. Тогда же уже появилась поддержка памяти DDR3 до 16 гигабайт. То есть все эти нюансы запоминать не нужно, просто нужно знать, что Intel Centrina это платформа, которую Intel предлагает для ноутбуков, и тем самым как бы гарантирует их отличную бесперебойную работу с высокой производительностью. Мы же с вами начнем говорить о родном Celeron. Это огромное семейство, в него входит очень много различных моделей, мы так пробежимся по основным, не входя в нюансы. Значит, это низкобюджетные процессоры, которые чаще всего делались именно банально урезанием возможности своих старших братьев, просто резалась тактовая частота или размер кэша. В 2006 году появился первый Intel Celeron на ядре Sossaman, это было одноядерное решение, 32-битные процессоры. Нужно сказать то, что тогда же появилось еще две разновидности Celeron, это Celeron M для мобильных устройств, там было 8 одноядерных, тоже 32-битных процессоров, Intel Celeron D. Это была линейка из 5 одноядерных, уже 64-битных процессоров, которые были основаны на архитектуре Netburst. Но опять же, это слишком много такой дополнительной информации, так что я пробегаюсь по основным. В 2007 году появилось уже решение Intel Celeron с ядром Conroe L. Это все решалось на уже основе микроархитектуры Intel Core. То есть тогда, когда Intel стал делать свои вот эти Core 2 Duo процессоры, тогда же и появилось решение вот этого вот Intel Celeron. Вы видите то, что тут одно ядро, то есть они отключали одно ядро, оставляли, соответственно, тоже одно, уменьшали кэш-память второго уровня и отключали несколько интересных технологий. Так как тут уже использовалась новая микроархитектура Core, то по сравнению со старой их неудачной архитектурой Netburst, ну как неудачной, удачной, но не такой хорошей, такие процессоры выигрывали у предыдущего поколения, но все равно были довольно-таки слабые. Хотя для бюджетных компьютеров, на которых запускали какой-нибудь офис и браузер, это работало вполне себе нормально. В 2008 году появился Intel Celeron с ядром Allendale, и с этого момента, вы видите, у нас появились уже двуядерные Celeron, которые поддерживались 64 бита. Отличались они от старших Intel Pentium тем, что у них была урезана только кэш-память второго уровня. В 2009 году появился Celeron на базе ядра Wolfdale. Это уже микроархитектура Penrin, мы о ней говорили, когда говорили об обычных, таких самых популярных интеловских процессорах. Опять же, недорогие процессоры, у которых была урезана кэш-память второго уровня. Уменьшена тактовая частота процессора и тактовая частота шины, но при этом разблокированы возможности разгона этих процессоров, поэтому их вовсю использовали. Ну и в 2010 году появился всего один процессор, новый Intel Celeron. У него была маркировка Intel Celeron P1053, ядро Jasper Forest одноядерный, но он был интересен тем, у меня, видите, стоит звездочка, что он поддерживал технологию гипертрейдинг. Мы о ней тоже уже говорили, это такое а-ля виртуальное разделение одного ядра на два программным способом. Процессор был слабоват, у него была тактовая частота всего 1,33 ГГц, но при этом он хорошо использовался тоже во встраиваемых решениях. Нужно сказать то, что отдельно еще у Intel был бренд Celeron Core. Он как бы не сильно отличался от Celeron, но я его выделил в отдельный слайд, это тоже 64 бита процессор, это тоже архитектура Core, как и прошлые Celeron большинство, вот начиная с 2007-2008 годов, но я их вытащил сюда. То есть это были процессоры Intel Celeron VT Single Core и Dual Core, соответственно, одноядерные и двуядерные. И тут нужно отметить то, что как раз процессоры линейка мобильных с линейкой десктоповых слились более-менее, потому что настольные процессоры стали перенимать черты мобильных, то есть низкое энергопотребление, низкое тепловыделение, а мобильные процессоры по производительности стали приближаться к десктопу. Сингл-кор от Dual Core отличались только наличием второго ядра. При этом как и сингл-кор, так и Dual Core были не сильно производительны, потому что у них было урезанное ядро, этим и интересно. То есть у них мало того, что была слабенькая частота, еще использовалось вот это вот урезанное само ядро, соответственно, мало технологий там в нем, и использовалось это все в слабеньких компьютерах. На ядре Pindrin та же самая история, использовалась урезанная сокращенная версия ядра, отсутствовала куча технологий, которые были в десктоповых процессорах, поэтому эти решения использовали для мобильных устройств малой производительности. То есть ноутбуки на них были весьма и весьма слабоваты. Тут же нам нужно рассказать о технологии Intel Mobile. Опять же, Intel так особенно на тот момент не выделял отдельную линейку Intel Mobile. Это сейчас, если зайти на сайт Intel, там у них есть прям отдельный поддомен для их мобильных решений, и это уже целая отдельная философия. На тот момент нельзя было выделить такую отдельную философию, нужно сказать, что это были процессоры, предназначенные исключительно для совершенно мобильных устройств, то есть даже не для ноутбуков, а для нетбуков, коммуникаторов и всего такого. Довольно слабые решения, но были популярны. Значит, в 2007 году, нужно сказать, появился Intel Pentium Mobile с ядром Doton, а потом они его переделали на ядро Merom. Дуядерные 32-разрядные процессоры, если говорить о ядре Doton, и двуядерные 64-разрядные, если говорить о ядре Merom. Посерединке, вы видите, по времени появилось еще решение Intel Core 2 Extreme Mobile. Это были мощные процессоры для дорогих и высокопроизводительных ноутбуков. То есть вы видите, тут уже начинают пересекаться селероны, мобайлы, то есть мобайл не обязательно делался для совсем слабых решений. Был, например, Core 2 Extreme Mobile для мощных ноутбуков. Их вовсю использовали в здоровых 16-дюймовых ноутбуках, которые находились на рабочем столе и редко куда-то уезжали. Процессоры эти можно было разгонять, они были популярны. В 2009 году появился Intel Pentium Dual Core Mobile, 64-разрядный процессор. Опять же, урезано все, что можно, тактовая частота, частота шины, кэш, урезанное ядро, отсутствует куча технологий. Но при этом в устройствах средней производительности, таких переносных ноутбуках, на которых никто не запускает игрушки, какой-нибудь ArchiCAD и AutoCAD, работали довольно себе неплохо. И в 2010 году появилось еще два мобильных решения на ядре Aron Dale. Это Intel Celeron Mobile и Intel Pentium Mobile. Celeron Mobile, два ядра 64-бита. Опять же, бюджетная линейка для ноутбуков, но был уже встроен графический контроллер, который позволял спокойно на саппортативных этих устройствах просматривать видео небольшого разрешения, просматривать браузер, работать с офисом и так далее. Кроме того, был еще и встроенный контроллер памяти. То есть на процессоре, использующем вот это вот ядро Aron Dale, мы о нем, по-моему, еще не говорили, было уже встроено много интересных контроллеров. Плюс тогда же они уже начали использовать микроархитектуру New Halem. Intel Pentium Mobile тоже два ядра, 64-бита. Это встроенная графическая система, встроенный контроллер памяти, куча наборов инструкций и технологий поддерживал, но при этом был сильнее немножко, чем Intel Celeron Mobile. Еще было одно решение на ядре Aron Dale, которое у меня в слайд просто не поместилось, это Intel Core i3 Mobile. Он был немножко посерьезнее. То есть ядро использовалось одно и то же урезанное, но были разные частоты, разные размеры кэшей и, соответственно, разная производительность. Опять же, я, может быть, не совсем корректно объединил это все на слайде Intel Mobile, потому что, видите, здесь есть решение Core 2, есть Intel Pentium, есть Intel Celeron. Но я просто выделил вот эту вот линеечку с префиксом Mobile вот нам вот в этот слайд. И также я решил отдельно выделить в слайд Intel Core Mobile решения, которые были построены на ядрах, о которых мы с вами уже говорили. Тоже была микроархитектура, уже использовала здесь Core. Но я для привычности выделил в отдельный слайд по названию. Значит, первым в 2009 году появился Intel Core i7. Если вы помните, он и десктоповый первый появился, и мобильное решение тоже появилось первое. Довольно-таки хорошие процессоры. Тут три уровня кэш-памяти, 64 бита, четыре аж целых ядра, само собой раз это Core i7. Огромное количество инструкций использовались, то есть, в принципе, это неурезанные решения. Это высокопроизводительные процессоры с огромным энергопотреблением, которые использовались в игровых ноутбуках. В 2010 году уже сразу на обновленном ядре Arondale вышло три решения. Это и Core i3, и Core i5, и Core i7. Все точно так же, как с десктопом. i3 бюджетный, i5 средний, i7 высокопроизводительный. i3 был двуядерный, плюс еще в нем использовался гипертрейдинг, то есть программно он был как четырехъядерный процессор. Частота от 1,2 до 2,5 ГГц. i5 тоже два ядра, 64 бита, тоже технологии гипертрейдинг, огромное количество дополнительных технологий, виртуализации и так далее. Частоты от 1 тоже до 2,67 ГГц. Core i7 Mobile также был 64 бита и всего два ядра. И эту линейку делили на три группы со стандартным напряжением, с низким напряжением и со сверхнизким напряжением. Соответственно, чем ниже напряжение, тем дольше могли ноутбуки работать от батарейки. Частоты здесь были разные. В целом от 1 до 1,5 ГГц для самых низко напряженных, так скажем, процессоров до 2,5, до аж 3,5 для процессоров, которые использовали повышенное напряжение. Куча технологий, встроено все, что угодно. Графический контроллер, контроллер памяти и так далее. По каждому процессору я вам не говорю все параметры, потому что это слишком много лишней информации, и мы это будем делать об актуальных процессорах. И также нам нужно завершить, наверное, нашу презентацию Intel Atom. Это линейка процессоров, в которой появилась как отдельный бренд, отличающийся низким энергопотреблением. Платформа предназначена прежде всего для планшетов, для коммуникаторов и так далее. Кроме того, с Intel на тот момент начал сотрудничать Google, который предлагал использовать эти интеловские процессоры во всех аппаратных решениях, на которых стоит Android. Еще интересно то, что для процессоров Atom разработали отдельный интеловский чипсет, в котором была всего одна микросхема, выполняющая роль как северного, так и южного моста, но это уже материнские платы. Как закончим с процессорами, перейдем на них. В 2008 году появился первый Intel Atom. Вы видите, ядра. Там были как одноядерные, так и двуядерные процессоры, как 32 бит, так и 64 бит. В 2009 году появились следующие Intel Atom, которые уже вовсю использовались в DVD-плеерах, цифровых телевизорах и так далее, то есть во встраиваемых решениях, а не просто в компьютерах. И, соответственно, в 2010 году вышло вон аж несколько Intel Atom на разных ядрах. Это опять 64-битные решения, одна двухядерная, в них очень сильно уменьшено энергопотребление, упала производительность, но, тем не менее, они очень долго работают автономно. На тот момент как раз были популярны нетбуки, которых сейчас уже в принципе не найти. И в этих нетбуках вовсю использовался Intel Atom. В ядре Tunnel Greek использовались одноядерные 32-битные процессоры, в ядре Stellatron тоже одноядерные 32-битные процессоры, которые использовались в IP-телефонах, принтерах, компьютерах, автомобилях и так далее, во всех встраиваемых слабеньких решениях. Мы с вами успели поверхностно рассмотреть все линейки мобильных процессоров, которые были у Intel на тот момент. Там были решения как для коммуникаторов, принтеров и так далее, до игровых, ноутбуков и инженерных каких-то серьезных решений. Чаще всего процессоры представляли собой урезанные версии старших братьев основных линейок, урезанная частота, урезанная частота шины, уменьшенный кэш, сокращенное ядро, отсутствие технологий. Стоили намного дешевле, работали с переменным успехом, потому для каждого был процессор, который ему подходил.